здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим с мототрупном гармоне он же гормон роста в первой части видео рисуем биохимию в центре вы видите стг гормон роста который вырабатывается в гипофизе выше стоящие структуры командная для гипофиза это гипоталамус и cns обозначенная иерархия у меня желтым цветом сигналы от cns передается на гипоталамус мы видим два гормона которые вырабатываются гипоталамусе это сама то либерин либерин и стимулирует выработку гормонов гипофиза поэтому я ставлю плюсик и сама то статин статины ингибирует не у всех гормонов есть и либерин и статин и запоминайте у стг два гормона которые регулируют его синтез обращаем внимание на голубой цвет стг действует на органы мишени и вы видите их достаточно много у гормона роста например при действии на печень в печени вырабатываются инсулиноподобные факторы роста 1 и 2 они в чуть позже действует на мышцы на жировую ткань на костную на миокард легкие и запоминайте так как стг это гормон роста его эффекты направлены на рост и развитие организма ну и прежде чем переходить к другому рисунку чтобы рассмотреть эффекты стг давайте посмотрим регуляцию гормона роста как и у всех гормонов существуют прямые связи которые идут от вышестоящих регуляторных структур на гормон и обратные связи которые идут от гормонов ниже стоящих на вышестоящие уровни и так красным цветом у меня обозначенные гормоны регуляции стимулируют выработку гормона стг по прямой связи сама то либерины а также стресс физические упражнения и голод ингибирует выработку стг сама то статины по прямой связи а также и fair то есть инсулиноподобный фактор роста по принципу обратной связи тормозит работу гипофиза и выработку стг и fair один также может тормозить работу гипоталамуса чтобы не было стимуляции гипоталамусом гипофизом и выработки стг то есть вот эти связи снизу вверх это обратная отрицательная связи которые тормозят выработку стг и поставьте у себя в конспекте маячки на схеме желтый цвет это иерархия голубой цвет органы мишени красный цвет регуляция эффекты стг распространяются не только на все органы и ткани а также на все субстраты биологического окисления помните вот это наша как раз схема буш белки углеводы жиры эффекты стг на белки вызывают синтез белка и рост мышц костной ткани хрящевой ткани целом идет повышение синтеза белка в этих тканях эффекты на углеводы и жиры бывают быстрые подобные инсулину и медленная противоположную инсулину то есть получается быстрые это первичные эффекты стг срочные эффекты приводит к тому что глюкоза превращается в жир в жировой ткани мы видим два энергетических субстрата глюкоза и жир я уже говорила глюкоза 38 атф скоро будет видео сколько ты содержится в жировой ткани но я уже упоминала что это на порядок больше чем у глюкозы организму выгоднее запасать жир поэтому при достаточном количестве глюкозы стг запускает синтез жира то есть увеличивает запасы депо жировой ткани и если эффект стг пролонгирована то есть более длительные эти эффекты противоположные инсулину запускается липолиз в быстром эффекте как вы видите мы депо увеличивали сейчас мы можем расходовать депо и в крови вследствие этого повышается концентрация жирных кислот ну а жирной кислоты богатой энергии энергия необходима для роста то есть все в нашей схеме взаимосвязаны рецептор стг это белок он один раз пронизывает мембрану и относится классу один тмс рецепторов один транс мембранный сегмент то есть один раз пронизывает мембрану если я рисую мембрану один раз пронизывает мембрану наш рецептор он имеет вид гантельки. И в верхней части, то есть вот эта клетка внутри, в верхней части, то есть снаружи клеточной мембраны, находится рецепторный домен, к которому как раз-таки присоединяется наш СТГ. А вот этот домен, который обращен в цитозоль, он является каталитическим. И каталитический домен представлен протеин киназой. Я еще раз вам напоминаю, что такое протеин киназа. Это фермент, который фосфорилирует белки при помощи АТФ. Это трансферазная реакция второго класса. К вашему сведению, фосфорилирование в белке происходит по группам ОН. ОН имеют следующие аминокислоты, это тирозин, сирин и трианин. Есть разные протеин киназы. В данном случае наши протеин киназа, и они наиболее распространены, это тирозиновая. То есть я здесь дописываю тирозиновая протеин киназа. Сюда я тоже отмечаю тирозин. Что это значит тирозиновая? Ну, где-то в цитозоле находятся различные белки, фермент. Я пишу белок, фермент. И как раз таки по тирозину данных белков и ферментов происходит фосфорилирование и, как правило, активация. То есть вот этот белок с ферментом становится активным. Фермент, фермент с фосфором тоже становится активным. И так как эти белки активируются, происходят какие-то процессы, запускаются эффекты гормона СТГ. Эффекты, которые запускает СТГ, это повышение диацилглицерола и инозитол-3-фосфата. Этот механизм очень сложный, достаточно сложный. Я сделаю отдельное видео, пока запомните, что запускается инозитол-3-фосфатный путь у гормона СТГ. Ну и нельзя обойти вниманием наши инсулиноподобные факторы роста 1 и 2. Еще немного информации. При связывании гормона СТГ со своим рецептором в гипотоците происходит синтез ИФР в гипотоците. ИФР, инсулиноподобный фактор роста, выходит из гипотоцита и может током крови разноситься для своего регуляторного действия по всему организму. Это эндокринное действие. Но эндокринное действие характерно для многих гормонов. Однако, инсулиноподобный фактор роста также может оказывать аутокринное и паракринное действие. Аутокринное, когда он связывается с рецептором собственно той клетки, в которой он синтезировался. И паракринное с рецептором на мембране соседней клетки. Еще очень интересный момент. Обратите внимание на рецептор ИФР. Он очень похож на рецептор инсулина. Имеет также 2 альфа-субъединицы, белым цветом у меня обозначено, и бета-субъединицы, желтым цветом. Теперь понятно, почему ИФР так назван. Инсулиноподобный фактор роста. Во-первых, рецепторы у инсулина и у ИФР похожи. Также по структуре и инсулин, и ИФР также похожи. Как вы видите, рецептор также относится к классу 1 ТМС рецепторов. Он один раз пронизывает мембрану и запускает метагенный ответ. То есть происходит фосфорилирование белков. То есть здесь у нас снова протеинкиназа, именно тирозиновая протеинкиназа. Идет фосфорилирование белков и активация. И запуск метагенного ответа. Метагенный ответ – это наши матричные синтези, репликация, транскрипция, трансляция. То есть в результате идет синтез белка, который необходим для роста клетки. Я обозначила все цифры, указанные на схеме. Первое – связывание СТГ с рецептором. Второе – синтез и секреция ИФР. Третье – аутокринное. Четвертое – парокринное. Пятое – эндокринное действие. И цифра 6 – фосфорилирование белков и метагенный ответ. Во второй части этого видео подытожим нашу биохимию. Самототропный гормон как БОС. Кожаное кресло, лимузин, подсигары латинских папирос, личный кабинет с евроремонтом на верхнем этаже, через вены телефонных проводов. Он контролирует доходы от постоянных должников. Собственно, ручно он за дело не берется. Знает пару номеров. Его посредникам не имется. Дай только повод кого-нибудь найти и наказать. Этих парней ИФР 1 и 2 решили звать. Из печени Ихочедом летят они навстречу с мужичком по кличке Тирозиновая протеинкиназа. Имя странное, но подчиняется от ИФР приказам. Фермент доставит всех, кто нужен – колю кальций, вовы протеин, всех тех, кто в клетку должен быть загружен, чтобы стройке в организме дать за чин. Включается активация транскрипции генов, растут мышцы и не только у спортсменов. Энергия для роста нужна. Жировая ткань таять приговорена. В печени начинается глюконеогенез, чтобы энергии запас не исчез. Включаются анаболические процессы. Однако не забываем, что СТГ – еще и гормон стресса. Об этом речь впереди. Ты видел мое новое, жди. Ставь лайк и пиши комментарии, чтобы увидеть на моем канале и другие сценарии. Всем удачи, дорогие друзья!